приветствую всех ну что сегодня как вы просили мощный гелендваген 6 на 6 легендарный будет выступать против cross rc от 6 который тоже 6 на 6 посмотрим прям два конкурента грубо говоря несмотря на цену до портала у обоих блокировки разблокировки ну и двухскоростная коробка погнали итак первым выпустим более бюджетную модель давайте посмотрим насколько он будет хорош проедет сейчас или нет погнали помчали я даже сказал ну да здесь очень легко кстати говоря ссылки на гелендваген внизу под роликом есть и по купону rc buyer скидка 5 процентов на гелик о смотрите чуть чуть даже утонул посмотрим как справятся портальные мосты ну-ка 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 цепанули вот даже интересно как гелендваген здесь будет а попробуем также на нем по прямой сначала проехать но мы делаем вот таким вот образом дальше заскакиваем полностью и теперь нужно заскочить на это бревно мне кажется особо то и не выйдет да вы смотрите-ка берет под наклоном оу перевернулся в принципе ожидаемо сейчас система автопереворота работает нормально возьмем под другим углом немного сейчас выйдем на нужную траекторию давай 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 цепляет где-то колесами арки мне кажется нереально так заскочить опять сейчас перевернется достаточно глубоко здесь да 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 и давай туда ай ну же давай 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 завалили полностью дальше гелендваген с великами друзья пишите комментарии кто вам более симпатичен из них так кстати говоря гелик на бк системе да это у него несомненный плюс для гряземеса ну посмотрим найдется ли такой мощный где будет погружаться весь похрустывает уже скрипит перебирать пора конечно сколько он уже видал а переборку так и не видал давайте выезжаем смотрите по прямой и то же самое но клиренс я думаю у них примерно одинаковый поэтому зависают одинаково поехали сюда кстати говоря резина по моему не столько у него стоит отрыв 4 ого ты как-то как-то где там цепанул я не понял удивительно а наверное этим все я понял глушаком по бокам выведены это конечно минус проходимости но плюс копийности давай поехали попробуем сюда заехать но я думаю сейчас велосипеды перевесят сто процентов и и так заезжать не собирается но не завалился смотрите не завалился прямо с первой попытки на удивление дальше 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 больше реально реально он не заваливается что такое так ну попробуем выехать на ту траекторию на которую хочется выехать чтобы заскочить туда наверх давай гелик не подведи у тебя больше болельщиков я думаю чем у cross rc ты легендарный а cross rc еще нет блин он реально не валится но заехать не может и выехать на ту траекторию чтобы туда заскочить я тоже не могу к сожалению у что-то хрустнуло что-то хрустнуло но он продолжает ехать не нереально да даже нереально нереально короче оказалось но выезжает так сказать сухим из воды нормально попробуем сразу преодолеть поперек колею ну вроде бы ой сейчас лужица небольшая да сейчас как нырнет а как нырнул вот здесь конечно бк-система хорошо что она уже погружена и ей без разницы что она в воде что она не в воде и так по прямой не заезжает но в принципе это понятно упирается там давать чуть-чуть небольшого угла дадим смотрите грязюку просто вынимает оттуда не хватает даже этих шести колес чтобы выехать чуть-чуть побольше угла цепляется передним бампером так есть контакт а здесь может быть сейчас как раз помогут дополнительные задние колеса чтобы выехать туда я делаю все максимально аккуратно вот таким вот образом на скорости это не интересно а вот как они покажут себя в такой медленной езде это да ну видали принципе неплохо проехал я честно говоря даже удивлен сейчас попробуем от 6 плане светодиодов здесь конечно повеселее всякие мигалки есть давайте сначала по прямой пробуем вот так вот погружаемся буксуем всеми колесами кстати говоря протектор очень очень неплохо выглядит куда лучше чем у траксиса давайте небольшого угла о я смотрю здесь бампер не такой то уж и выпирающий как у гелика и также максимально аккуратно пытаемся пробуксовочка идет 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 но уже где гелик цепанулся то я не могу понять этот не может вот-вот пошел зацеп но в принципе я считаю одинаково как вы понимаете чтобы доехать до нормального гряземеса приходится использовать проходимую технику иначе хорошего контента просто не получится и лишь добравшись далеко есть шанс что-то снять нормальное поэтому можно отстегиваться да ведь сегодня катаем 6 на 6 гелик против а т6 ну собственно вы сами видели а самое обидное может случиться если ты пилил полчаса и потом у тебя сели батарейки а поэтому друзья я всегда беру с собой качественные батарейки проверенные временем которые работают долго и не отказывают от российской компании фотон поэтому берем устанавливаем их в аппаратуру что гелика что данного монстра 6 на 6 и нам их точно здесь хватит надолго так сказать не на одну даже вылазку поэтому поставили и забыли поэтому всегда говорю ставьте батарейки которые сочетают себе цена-качество и это именно про них а серия фотон x она вообще мощная работает очень долго сам уже несколько лет пользуюсь данными батарейками поэтому друзьям и рекомендую их вам так что ссылки внизу найдете на них заходите смотрите где их можно приобрести выгодно и быстро и делайте правильный выбор но мы продолжаем сравнительный тест дальше попробуем полное погружение максимальное погружение так смотрите вам не перевернуться аккуратно ухты глубоковато да глубоковато но возможно даже будет еще глубже вывешивать переднее левое колесо и помчал сейчас будет узко настолько что можно будет сыпануть зеркалами зеркала у обоих есть смотрите погрузился как очень глубоко но пилят как говорится его колеса по дну нормально и не вклинивает главная коллекторная система одни фонари верхние на крыше только видно и все так 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 нет зацепа точнее он есть но его мало фонари даже заморгали плата уже в шоке от воды но смотрите выезжает не знаю насколько он там на перерылся на дне не видно но надеюсь гелику будет точно так же сложновато и давай-давай-давай-давай вот выскочить не туда даем угла просто посмотрим вот реально гелик почему-то там не заваливался а этот заваливался и что будет дальше перевесить ли перевесила переднее левое колесо и заехал что давай непобедимый так 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 зачем великов навесил он туда я не знаю и аккуратненько аккуратно есть контакт отлично даже не вывешивал колеса здесь ну что а также не на полном газу аккуратненько пытаемся ехать и что происходит стоковая траксовская резина зависла это что такое я не понял это реально но не мог тот так перерыть так что тут этот так вот прям застрял так гелендваген не позорься тебя бк-система вообще который без разницы и так лягушки отдыхают примем на капот ее нет отказалась покататься но проехал посмотрите но реально с трудом с трудом идет прям вообще карабкается еле-еле а не мчит как по трассе есть контакт зацепился отлично все дальше уже будет проще но остался самый сложный выезд пара классно смотрится под водой вообще обалденно кстати говоря освещение у обоих хорошо гелендвагена тоже штатный свет давай выезжаем пытаемся туда в сторону вот таким вот образом смотрим с этого угла что происходит и прям эти одинаково идут но гелик перевесил мне кажется чуть даже раньше как-то проще на нем вот такие подъемы ну что а после резкого подъема попробуем резкий спуск давай аккуратно отсыпанет наверно своими глушаками сейчас и наверно не цепанет перед ком да бампер бампер прям там в миллиметре проходит под водой и задний свес минимален гелендвагена о чё там цепанул там даже чем-то что же плавность хода очень хороша прям бк-система это радует сенсорная можно смотрите можно вот так вот еле 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 ехать обалденно и можно гнать естественно на второй скорости на всех парах и так попробуем давайте сюда по прямой пройти я не знаю глубина какая там глубина нормально так что зависает ну выезжаем на саму колею давай и помчали хватит еле ездить дадим чуть-чуть газку как говорится вот так вот вот хорошо пошел а попробуем теперь сюда свернуть и выезжаем вот таким вот образом смотрите как колеса уходят в арочки красиво посмотрим как это на кроссерсе выглядит и без вопросов скучное для них бездорожье такое ну что посмотрим на твои свесы хотя передний бампер здесь уже прям бампер и массивненький но мне кажется он высоко расположен да даже больше у гелик все-таки получается обвес такой же все-таки g63 до мг там все дела и так вообще тоже без вопросов посмотрим здесь по прямой вдруг заедет может гелендваген как раз своим низким обвесом и уперся там что не смог проскочить а так и было прикиньте вот вам да все-таки cross rc в этом плане подготовлен больше для бездорожья но получается не выглядит как какой-то прям вот гелендваген заряженный настоящий да кстати говоря я не знаю есть ли настоящая копия данной машины но вряд ли обычный какой-то пикапчик непонятный типа рам или trx что-то из этого поехали смотреть как ты здесь клиренс все-таки поболее мне кажется будет надо сейчас сравнить и до гелик потому что у него не ранее оставалось расстояние здесь поднята автомобиль прям максимально высоко но тоже без вопросов и так дальше задача у нас простая нужно выехать из колеи давай попробуем нужно перескочить так сказать но мы естественно будем вот так вот делать иначе просто перевернется а мы знаем как ты переворачиваешься уже и о но наверное с прыжка будем до пытаться давайте вот так вот видали не знаю насколько четыре на четыре смогли бы здесь это сделать газку даем толка нету и так чуть-чуть серу приусмотрите сравнивается отрабатывает сбложенные в него деньги но о а вот и приехал мотор коллектор закидался грязью больше не едет так завелись толкача пытаемся пытаемся вырулить здесь посмотрим как справиться здесь гелендваген и все получилось неплохо но дальше уже все просто не так и глубоко смотрим на легендарный гелик так давай 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 опаньки ну дальше мы не будем естественно задним ходом и заскакиваем также с небольшого сейчас прыжка будем ох ты завалили впервые система автопереворота не работает не работает сейчас давай 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 уже гелендваген чуть-чуть чуть-чуть прямо вот так вот вот она система автопереворота присутствует как есть на некоторых моделях траксос и на гелендвагене тоже ну что же я считаю в принципе неплохо проехал я думал просто сядет на брюхо там но как видите заскочил без вопросов ну что а дальше испытание слишком мощное я думаю здесь не осилит оба потому что хо 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 да тут глубина будь здоров наверное вот даже в сапогах то мерить не хочется поэтому давайте попробуем все-таки проехать чуть-чуть и потом наискосок возьмем посмотрим закуда вообще смотрите да еда пошло погружение пошло мощное погружение дальше уже плывем практически а ну давайте здесь вернем потому что я думаю на cross rc коллекторный мотор здесь вообще не выдержит и он далеко не проедет только гелендваген способен здесь что-то изобразить и вот так нам проехать по поперек бы было бы вообще бы неплохо уже но от гелика мы потребуем естественно большего давай нужно выехать нужно по чтобы появился зацеп у резины вот отлично и затягивай затягивай давай велики явно перевешивают но видим да без проблем заехал на cross rc попробуем ту же самую траекторию но гелик сейчас попробуем чуть-чуть подальше загнать насколько он хорош а давайте мы в другую сторону сейчас попробуем давай гелик я не знаю есть там вообще дно может он просто уже плывет но все смотрите еле-еле движется особо нет есть движение пошло-пошло зацеп есть самое главное так задним ходом мне бы сейчас вот поперек бы ой-ой-ой-ой гелендваген нет ну же не сейчас перевернется явно они как воздух видимо набрался вот этой стороны и здесь плывет да нужно просверливать специальное отверстие для чтобы для вывода воздуха но смотрите не не какую блин вообще там уже потонул просто одни велосипеда остались это я только один из них вижу нет по моему уже не проедет я хотел просто сюда взять поперек но вижу это нереально что давайте издеваться над коллекторным двигателем друзья мои значит что у нас в двадцать третьем году обязательно порталы обязательно двухскоростная коробка и обязательно без коллекторная система все и вы будете наслаждаться а 6 на 6 или 4 на 4 это уже выбор каждого давай о смотрите-ка не подвел пока коллектор нормально проехал и остается забраться но здесь стоковая резина тоже делать свое дело без вопросов да смотрите-ка не подвел я думал сейчас все вклинит но давайте попробуем развернуться и выехать уже по этой траектории отлично отлично хорошо идет тема глубоководного гелендвагена не закрыта я хочу попробовать проехать еще чуть-чуть подальше и так сносит ветки все на своем пути блин она сейчас еще помешает ему попробуем попробуем ничего себе там глубоко то насколько воздух вижу вон где выходит и все перевернулся ну же вот выпустить бы этот воздух может быть он бы сравнялся да о вылез я горит ветка сейчас будет мешать только ему выкинем давай сможешь выехать ничего себе там ямище а смотрите ни одного велосипеда не видно но резина траксовская делает свое дело и вытаскивает это ведро 6 на 6 из такого гряземеса вообще обалдеть друзья мои ну ставьте лайк этому гелендвагену вы посмотрите что он сотворил только что полностью ушел на дно и выехал ну не сухим из воды вышел конечно но он это смог обалдеть и так что я хотел посмотреть это клиренс значит здесь вот так гелендвагена вот так ну да здесь все-таки за счет копейки он пониже будет чем cross rc здесь задрали прилично автомобиль и добавили так сказать ему проходимости и в этом конечно плюс здесь торчат глушаки они мешают некоторых препятствиях как раз проезжать но ехал достойно очень даже с таким небольшим клиренсом по центру по этому делик молодец друзья мои ну что неплохо неплохо cross rc хорош да за свою цену прям вообще так что делайте правильный выбор автомобилей ссылки внизу найдете на продукцию траксос по купону rc buyer 5 процентов скидка и как я говорил порталы bk система двухскоростная коробка это все обязательно нужно без этого из дома лучше не выходить пока